В любой программе может случиться ошибка. Для этого есть тысяча и одна причина. Может быть, пользователь ввел неправильные данные. Может быть, отвалилась необходимая программе база данных или другой важный сетевой ресурс. Может быть, сбоит чип оперативной памяти и случайным образом портит данные в нем хранящиеся. Причины могут быть разные, но непреложный факт состоит в том, что от всех ошибок не застраховаться, а следовательно, нашим программам приходится иногда с ними сталкиваться и как-то на них реагировать. В разных языках существует разная культура обработки ошибок, определяемая как возможностями языка, платформы, так и исторически сложившимися традициями. Чтобы дальнейший рассказ не был слишком теоретическим, давайте рассмотрим такой пример. Предположим, вы пишете подключаемую в разные программы библиотеку, вычисляющую математические выражения. Лицо этой библиотеки интерфейс-калькулятор и какая-то его реализация. В интерфейсе есть метод, принимающий строку с выражением и возвращающий обратно дабл, вычисленное значение выражения. И вот в выражении, поданном на вход, содержится ошибка. Например, в нем встречается число, где в качестве десятичного разделителя используется запятая вместо точки. Как калькулятору на это реагировать? Самый простой по реализации, но и самый плохой по последствиям способ – это вызов SystemExp. То есть программа немедленно завершится, упадет, по сути, потеряв все накопленные в памяти данные. Раз и все. Нет ни программы, ни данных. Я имею в виду всю большую программу, включающую калькулятор в качестве одного из своих компонентов. Недостатки такого поведения понятны. Программа рухнула, пользователю придется ее перезапускать и начинать все, что он делал сначала. Хорошо еще, если программа сообщает, в чем причина ошибки. А то как пользователь догадается, что на самом деле программа упала потому, что неделю назад он ввел где-то число в неправильном формате. В общем, SystemExit – это не самое дружелюбное поведение со стороны нашей библиотеки-калькулятора. Есть способ немного получше. В случае ошибки в выражении наша библиотека будет возвращать в качестве результата какое-то специальное значение, например, нам, по которому вызывающая сторона поймет, что случилась ошибка. Но нужно, чтобы у возвращаемого типа было свободное значение, которое можно зарезервировать под ошибку. Это не всегда возможно. Например, генератор случайных чисел может сгенерировать абсолютно любое число. Где нам взять отдельное значение под ошибку? А если видов ошибок несколько, и их надо различать, то потребуется несколько значений. Да и в нашем случае none может совершенно законно получиться при некоторых вычислениях. Например, при делении нуля на ноль или при умножении нуля на бесконечность. В общем, как обозначить ошибку непонятно. А даже если бы мы выделили какое-то специальное значение, то вызывающий код некрасиво оброс бы ифами для своевременного отлова этой ошибки. Чтобы обойти проблему с резервированием значения под ошибку в возвращаемом типе, можно пойти дальше и в методы завести выходной параметр специально под флаг ошибки. Или возвращать из метода не дабл, а простенький объект пару, состоящую из числа результата и признака ошибки. Примерно так. Тогда весь диапазон типа результата будет использоваться по своему назначению. Правда, ифы для отслеживания ошибки в вызывающем коде никуда не денутся. Есть еще вариант с заведением под признак ошибки отдельного поля или метода в самом классе. То есть после вызова метода calculate вызывающий код должен будет дернуть еще один метод калькулятора, чтобы узнать, а можно ли верить возвращенному только что результату. Очевидно, это еще более усложняет вызывающий код, а также ставит крест на использование одного экземпляра калькулятора из нескольких потоков.